Сатурн в рыбах, Плутон в водолее. По прогнозу астрологов, 2024 год будет не совсем простым для большинства знаков Зодиака. Новые дела, импульсивные решения и стремление поймать халяву потерпят фиаско. А случайный успех повторить будет почти невозможно. И дело вовсе не в том, что на пороге високосный год. Это же чисто социально-астрономический момент. То есть для того, чтобы догнать скорость Солнца, сделали просто вот такой плюс один в феврале день. Это чисто календарный момент. Никаких судьбоносных историй. Високосный год, не надо его обвинять. Он обычный, нормальный, такой же год, как и все. Как самым адаптивным, этот год интереснее всего дается так называемому мутабельному кресту – рыбам, девам и близнецам. Для этих знаков 24-й – время новых открытий и больших возможностей. Но только в тех сферах, где они уже находятся или успешно стартовали в 23-м. А вот рожденным под знаком овен, рак, весы, телец, лев и скорпион придется много стараться доказывать авторитет, учиться на своих ошибках и желательно самостоятельно, без посторонней помощи. Непростой год будет именно по той причине, что решения, которые мы все люди принимаем в этом году, они имеют очень далеко идущие последствия. То есть это примерно на ближайшие 12 лет. В зависимости от того, что вы делаете, какие решения принимаете, меняете профессию, что-то покупаете, что-то продаете, выходите замуж, рожаете детей и так далее. То есть глобально серьезные решения. По прогнозу астрологов, 24-й год готовит изменения в международной политике, откроются новые возможности в сфере юриспруденции. Также звезды рекомендуют беречь личные данные и быть бдительными в виртуальном пространстве. Не исключены информационные вбросы, интеллектуальное воровство, копирование, присвоение, авторство. Поэтому проекты, которые имеют для вас особое значение, лучше всего запатентовать. Что еще из интересного может происходить? Открытие новых галактик, звезд, планет, поскольку Плутон у нас находится в знаке Водолея, а также освоение каких-то новых территорий. Сейчас предлагаются какие-то земли. Мол, берите, осваивайте, берите и осваивайте. Вот хочется сказать, берите и осваивайте. Астрологи рекомендуют расписать свой год как мелодичную сонату. В ней должен быть четкий ритм, тон, темп, пауза. При этом допустимые ремиксы и место для небольшой творческой импровизации внутри самой композиции. Создать ее поможет страсть и любовь, а сыграть по нотам дисциплины и самоорганизованность. И да, ни в коем случае нельзя плясать под чужую дудку. У вас должна быть своя. Представьте, что вы играете на каком-то музыкальном инструменте. Если вы профукали ноту, вы же не будете ее вставлять где-то, да, или там догонять мелодию. Вы просто играете с того момента, где вы обнаружили ошибку. То же самое будет в течение года для всех хорошие рекомендации. Если вы уже опоздали, делайте то, что сейчас в данный момент актуально. Потому что если вы будете пытаться что-то догнать, пытаться подумать, а может быть поиграть, доиграть и так далее. Не надо этого делать, вы теряете время. Специалисты советуют не принимать в 2024 году импульсивных решений. Год будет хорош для тех, кто уже зарекомендовал себя как профессионал. Для этих людей откроются новые возможности в области профессии и бизнеса. Если вы новичок в своем деле, в своей профессии, для вас это год наработки, опыта 100%. То есть в зависимости от того, как вы себя зарекомендуете в своей новой теме в 2024 году, далее это будет работать либо на вас, либо против вас. Это вот прям четко. Астрологи рекомендуют в наступающем 2024 году оставаться собой, прекратить сравнивать себя с другими и стараться повторить чей-то успех, говорить чужими словами и думать чужой головой. Ведь, по словам специалистов, каждый человек уникален и способен самостоятельно идти к своей цели. И тогда звезды вам обязательно улыбнутся. Виктория Шарая, Ольга Павлова, Николай Сидоров. События.